Кто такая Морриган? Ну и там, какая-то призрачная какая-то. С точки зрения вид, кто она такая? Может это Моргана, но я не уверен. Ну, там немаи видомостей, там просто какие-то... Некоторые видомостей есть. И это синкретическая идея всех богинь смерти. Ага, то это все имена богинь смерти, разные эпитеты Мары? Ну, это же Сленяй Мары, ее помощниц. И даже Моргана Алифей тоже, в принципе, идет. То есть они уже просто синкриптировали все, что может быть. Да, потому что одна Моргана и все. Но Бригит нет. Бригит сюда не входит. Бригит, как ты думаешь, как ее имя звучит на славянском языке? Берегиня. А Берегиня это кто? Один из эпитетов Рады, как богини охраняющей всех живых существ, берегущей ткань реальности. Добре, так тут по сути в них никого не знаю. Только Дон, Дана и Всевышний и Рада. И по сути все еще залишилось. Ну и обо всемышний с Хорсом. Ну ладно. Еще требует дорогу. Добрый. Есть еще там… Наверное, мы лучше пойдем сейчас к скандинавам, потому что… Как бы… Не-не, мы не только Кельти. Я не скандинавы. Мне скандинавы окремо пойдут. Тогда в начале сегодняшнего нашего общения я тебе рассказал о том, как один великий философ рассказал мне идею, что для гармонии нужно иметь какие-то вредные привычки, чтобы была гармония, вот как инь-янь. Я так думаю, что возможно в фоновом осмыслении эта мысль у тебя была все это время. И хочу услышать твои соображения по этому поводу. Ну, в моем розумении гармония – это ревновага. Ну смотри, он предложил в принципе равновесие, что нужны человеку вредные привычки, чтобы вот было равновесие. Ну так, но мы знаем, что там в руках Всевышнего ваги и что он творец ревноваги. То есть тут он проявляется как правый, как тот, кто… Однако в чем тогда равновесие? Ты не хочешь задуматься? Нет, ну поганые привычки виходят, что они керуют человеком. То есть человек под владой их. То есть она не идет шляхом прави. Она идет шляхом в одни моменты блага, а в другие моменты… Ну да, но я вообще ночью этот вопрос осмыслял, и этот вопрос, я считаю, осмысляется даже намного проще. Потому что вредные привычки – это не является каким-то естественным злом, к примеру, которое необходимо в человеческой жизни. Вот, к примеру, если там враги на нас идут, то порезать их на мелкую терочку – я считаю это священным долгом и как необходимость. Однако, допустим, отравление организма и совершение разных пакостей – это не является нужным злом. То есть это нельзя считать как гармонией, это уже дисгармония. Это вообще шлях кривды, насколько я считаю. Но, однако, есть такие народные философии, которые сообщают такую идею. Ну так, так же, как и есть сейчас утверждение, его очень тяжело разбить. Ну, светло и темрябе, и со створением и руйнуванием. Тобто, тоже безусмысленным… И еще на сторону светлых записали ангелов. Ну, ну, это уже не знания артемологии и так далее. Это уже ничего страшного. Не, но это тоже важно. К примеру, многие же как считают, что ангелы – это такие хорошие существа, которые их любят, которые их защищают. А те зверюхи так и думают, как бы над ними тут паразитировать. Он доринверчески написал это. Как работать сам в его микронедине? Как привлечь? Как увидеть? Как тут? Так, это самое. Знаешь же, что на Украине есть куча разных древних останков, древних традиций. Но рахманская традиция, она в более-менее таком целостном состоянии сохранилась. А в Карпатах там мальфары есть. А кроме мальфаров есть еще так называемые перлы, которые себя считают тоже самыми мальфаристыми мальфарами. А ближе к востоку Украины есть всякие товарищи, которые считают себя характерниками, спасистами и так далее. И вот та самая злокозненная Чупакабра, о которой я многократно тебе рассказывал, она когда-то задалась целью найти самых спасячих спасистов. И она мне рассказывала, что вот она этих спасистов доставала, но они так и не спаслись. Этих спасистов доставала. А потом уже другие мои знакомые мне говорят, вот пойдем к самому спасячему спасисту, который спасячий всех спасистов. Ну вот, там у него немного было человек, всего лишь три его человека, плюс тот, кто меня привел. И я слушал, о чем он рассказывал. Вначале он неплохо. Мне показалось, что он заучил «Удар русских богов» книгу Истархова. Он там прямо отдельные, можно сказать, квинтэссенции отдельных глав рассказывал. Прямо Истархов во плоти. Ты Истархова не читал? Жаль. Ну, хотя, с другой стороны, и смысла нет. Потому что Истархов сам свою книгу называет как «Шоковая терапия для зомби». Так вот, этот человек все рассказал, как злобные евреи паразитируют над славянами. Как христиане там то делают, эти то делают. Хотя вот с евреями это вообще тоже глупость. Потому что не все евреи сами знают идею вот тех оккультных евреев, которые всем заправляют. И некоторые, так сказать, генетические славяне больше враги славян, чем некоторые генетические евреи. Ну, вот он все это рассказывал, рассказывал. Я ему задавал некоторые каверзные вопросы, а чего бы нет. Ну, к примеру, я ему такой вопрос задал. Я думал, что он вообще там не поймет, как на него отвечать. Я ему говорю, а можно ли людям проходить пас, не пройдя перед этим схорон? Ну, надо же, чтобы было «спаси и сохрани». То есть, как это у вас? А он нашел, что ответит, что схорон — это только одна из славянских систем. И не обязательно, можно и христианином быть. Я думаю, ну да, мозги есть какие-то интересные товарищи. И потом он уже начал рассказывать, что там есть специальные молитвы, которые передавались из поколения в поколение. И его дед услышал их от казака, который копыта раскидывал на Великой Отечественной войне. И именно его отец рассказал вот этим всем тем, кто сейчас известные как спасисты. А он самый настоящий, самый спасячий всё-таки спасист. И что ты думаешь, там конкретное призвание архангелов. Поимённо. И Мишку этого, и Гаврика, и прочую заразу. Ну, всех их там. То есть, и они говорят, что они славянские. При этом, понимаешь, он полчаса рассказывал, как жиды едят славян, и после этого говорит, на те вам молитвы, чтобы призывать их… Вот не… То есть, ведь рядовые евреи, они не столько вообще… Многие из них сами хотят славянам помогать. А вот те архангелы – это как раз те твари, которые едят и славян, и евреями закусывают, и так дальше. И он, получается, дезинформирует, что сначала рассказывает одно, а потом говорит, и давайте по-славянски, вот чисто по-украински призовём всю эту банду. Причём, понимаешь, как он пакостно делает? Он учит их призывать так, чтобы они пускали свои копья прямо в креницы. Ну, там молитва так построена, что… И заслоните своими копьями наши креницы… Ну, то есть, суть такая, что, получается, их на какие-то энергии человек, читающий эти молитвы, призывает свои чакры. Я думаю, вообще порнография страшная. Ну, он такой – нет, а вот как порода у нас есть, так и будет. Причём, что там был за казак, который эти молитвы читал, когда помирал? Откуда бы он был? Может, он вообще не казак был? Я не знаю. И они сами не знают. Но считают себя великими спасистами. Так, а ещё есть спасисты? Ну, я знаю, допустим, пару лет назад у меня был один ученик, который был учеником одного товарища, который считает себя чуть ли не главным спасистом на Украине.